Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и это продолжение нашей карьеры за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на канал, потому что большой процент смотрит без подписки. Если вам понравился этот ролик и нравятся остальные ролики на моем канале, то не поленитесь, подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Подпишитесь, кому не трудно, давайте вместе добьем 40 подписчиков. Мне будет очень приятно. Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас декабрь и январь, 2028-2029 год, в Новый год мы переходим. Ну и вряд ли мы куда-то перейдем, потому что все у нас замечательно происходит в Барселоне. Мы получили золотой мяч в прошлом выпуске, поэтому давайте начинать. Сейчас играем против Сивили. Они идут, кстати, ниже 10 строчки. А, это еще и Спортинг Хиджон. Вот, так что у нас вот такой состав, вот такой вот состав у Хиджона. Но мы на самом деле заряжены, поэтому поехали. Итак, Камп Ноу, чемпионат Испании, Барселона против Хиджона. Опа, здесь камера еще осталась с карьеры за вратаря, поэтому мы вот это вот переключаем на нашу. Поехали. И отлично гол мы забиваем. 25-я минута, очень классно сейчас получилось так отыграть. Ну и супер, 1-0. Еще раз смотрим на этот момент, здесь Филипп Луиз замечательно добежал до конца. Здесь мы немножечко продвинулись, но и решили пробить. Ну а подкрутка у нас замечательная, да и завершение. Поэтому супер, 1-0. И все, заканчивается матч. Минимальная победа. Обыграем Хиджон дома. Ребята, молодцы. 7-5 у меня оценка. После 14 туров мы все так же на первом месте. 3 очка лидерства. Забили 20-й гол в сезоне, 203-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против Реалова Лида-Лида. Хотя это может быть и Лас Пальмас. Сейчас посмотрим. Да, это Лас Пальмас. Ну, кстати, соперник неплохой. Они идут сейчас там на пятом месте. Вот такой вот у нас состав. Вот такой состав у соперника. Поехали. Итак, мы на выезде. Стадио Орионе. Лас Пальмас принимает сегодня Барселону. Кстати, желтая сетка. Прям в цвета формы Лас Пальмаса. Поехали. Ну и как быстро мы сейчас это просто разыграли. Седьмая минута. Уже дальше я сам просто прошелся. И мы забиваем на седьмой минуте ворота Лас Пальмаса. Я не знаю, сам или это мой быстрый гол вообще. Но очень хорошо сейчас получилось с Матеусом вроде. Он слева же играет. Вот здесь очень хорошо. Разыграли. Он наперед на меня очень хорошо отдал. Ну, а здесь и защитники как-то не подключались. Ну и все. Там третьим уже касанием после получения мяча мы пробиваем. И гол. И все. Заканчивается матч. Минимальная снова победа у нас. Семь и пять у меня оценка. Ну что же, у нас теперь лидерство в целых пять очков над мадридским Реалом. Двадцать первый гол в сезоне. Двести четвертый гол в карьере. Ну что же, у нас сейчас игра против Манчестера в шестом туре. Вот последний тур Лиги чемпионов именно в группе. Ну и нам здесь главное им не проиграть. Поэтому задача, мне кажется, ясна. Мы еще играем на выезде. Поэтому трудный будет матч. Но мы попробуем. Скорее всего, мы играем, кстати, против своей будущей команды. Потому что Манчестер мне еще в Зените вроде, когда я играл, предложил перейти. Но вот мне осталась только английская премьер-лига непокоренная. Поэтому после Барса, скорее всего, мы перейдем в АПЛ. И может быть именно в Манчестер Юнайтед. Ну что же, Манчестер Юнайтед против Барселоны. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Барселоны. Шестой тур Лиги чемпионов. Мы играли против Манчестера, если я не ошибаюсь, за Ювентус. Вот. Второй наш вроде был сезон в Ювентусе. И второй финал Лиги чемпионов. Для нас первый был это против Спартака. Которую я первую свою Лигу чемпионов выиграл. Но вот как раз второй финал был против Манчестера Юнайтеда. Поэтому команда интересная. Команда с великой такой историей. Поэтому еще играем на выезде. Будет очень интересно. И какой гол мы забиваем. 26 минута. Пытались мы сейчас там и Байли вроде и Магуайр накрыть. Но ничего у них не получилось. 26 минута мы забиваем. Вот здесь очень хорошо я запросил эту передачу. Потому что я увидел, что рядом со мной никого нет. И вот здесь. Просто из-под защитников пробиваю. В каркас ворот попадаю. И от него еще и залетает мяч. То есть это вообще можно сказать не берущийся. Когда там от штанги. Ну и хорошая голевая передача во-первых здесь была. Здесь мы приняли. Третья, четвертая и пятым касанием пробили. Замечательно. И забиваем дубль. Очень аккуратно сейчас здесь разыграли. Ребята молодцы. Ну и давно, кстати, в одном сегодняшнем выпуске мы впервые забиваем дубль. Поэтому неплохо. Еще и Манчестеру на выезде. Замечательно. Здесь очень хорошо попросили эту передачу. Нам ничего здесь не оставалось сделать. Очень легкий гол получился. Просто надо было пробить точно. И все. Со счетом 2-0 мы выиграем Манчестер Юнайт. И с первого места мы выходим в плей-офф. Интересно, конечно, кто же нам попадется. На стадии 1-8 Лиги Чемпионов. Но матч интересный выдался. У меня оценка 7-5 за матч. Ну что же. А Манчестер даже и вылетает из Лиги Чемпионов. Вот так вот. Там Лили, я так понимаю, обыграли Сион. С определенным счетом. И я не знаю, почему именно Лиль. Наверное, по забитым именно мячам. У них вот 7. А у МЮ 6. Может быть, по этому показателю только. Вот как-то так. Давайте посмотрим на нашего возможного соперника. Команда со второй строчки. Интер. Интересный, но опасный соперник. Песвы. Я бы с радостью. Миддлэнд. Андерлефт. Олимпиакос. Славия. Локомотив тот же. Так что вот любой соперник, только не Интер. Пожалуйста, будем в это верить. Забил уже 23-й гол в сезоне. И 206-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас домашняя игра против какой-то неизвестной команды. Рейсинг-клуб Сантандер. Вот. Наш состав вы видите на своих экранах. Мы заряжены. Мы все-таки с первой строчки вышли из группы Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Рейсинг-клуб Сантандера. Очередной матч у нас чемпионата Испании. Поехали. Ну и снова. Шестая уже минута. Очень быстрые голы мы забиваем сегодня. Особенно в чемпионате Испании. Все. Аккуратненько разыграли с Дембеле. Он забивает. Супер. Ой, я точнее забиваю, он отдает. Поэтому неплохо. Очень даже неплохо. Здесь и корпусом попридержали. Аккуратно развернулись. Ну и пробили практически из-за пределов штрафной. Там практически буквально. Замах я вроде как уже производил до штрафной. Поэтому ну там миллиметровый буквально гол. Поэтому ну супер. Главное, что забили. И все, заканчивается матч. Снова минимальная победа. Благодаря моему быстрому забитому мячу. 7.5 у меня оценка. Уже 6 очков у нас лидерства. И Реал Мадрид отпускается на третье место. На второе поднимается Атлетико Мадрид. Забил 24-й гол в сезоне. 207-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас своеизна игра против Сельты. Давайте посмотрим, на каком месте они сейчас идут в чемпионате. У них, кстати, идут на 15-м. Как-то слабовато для них, мне кажется. Да, это именно еще и Сельта. То есть с эмблемами все нормально. Вот такой вот состав у них. Вот такой вот состав у нас. По формам все нормально. Поехали. Итак, Абанка Балайдос. Не знаю, правильно или неправильно выговорил. Стадион Сельты. В последних матчах мы ни разу там не проигрывали. Минимальные даже победы вот у нас были. Поэтому я надеюсь, что это у нас такая традиция продолжится. Поехали. И отлично. Давно мы не отдавали, кстати, голевые передачи. И вот на Горизмана на 27-й минуте наша передача проходит. 1-0. И вот хороший момент. И мы забиваем. 88-я минута. Дембелен у нас хорошую передачу отдал. Супер. И все, заканчивается матч. Уверенная победа на выезде. Гол плюс пас у нас за сегодняшнюю игру. 7-5 у меня оценка. После этого матча у нас отрыв в 6 очков. Забил 25-й гол в сезоне. Отдал 7-ю голевую передачу за сезон. 208-й гол. И 94-я голевая передача в карьере. Итак, у нас сейчас домашняя игра против Леванте. Они идут, кстати, на 6-й строчке. Поэтому интересная тоже будет игра. Вот такой вот состав у них. Такой вот состав у нас. Барселона против Леванте. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Леванте. Очередной матч у нас чемпионата Испании. Посмотрим, как сыграем. Поехали. И отлично. Противоход дали. 27-я минута. 1-0. Забиваем Леванте. И забиваем еще и второй гол. Отлично. Здесь вообще даже от двух штанг забили. Не помню, забивал ли я вообще такой гол в карьере. Но интересный получился дубль. Давно дубль вот тоже мы не забивали. Поэтому замечательно. Итак, заканчивается матч. Уверенная победа дома. Мой дубль нам приносит очередные 3 очка. 7-5 у меня оценка. Все так же у нас отрыв. 6 очков над Атлетико. Забил 27-й гол в сезоне. 210-й гол в карьере. Итак, Карабу у достойной награды лучший футболист Азии. Самир Насриу достойной награды лучший футболист Южной Америки. Но у нас игра сейчас на выезде против Реал Бетиса. Вот такой вот у них состав. Такой вот состав у нас. Поехали. Итак, Реал Бетис против Барселоны. Выездная игра. И вот хорошие моменты. Мы забиваем на 36-й минуте. Аккуратненько прошлись с мячом. Супер. И вот это вот классный очень гол. Сейчас получился. Быстро так разыграли. Ну и под самый перерыв забиваем. Снова дубль. Замечательно. И вот хорошая передача. Мы выдвигаемся. Забить хэт-трик. И мы забиваем. 63-я минута. Вот хэт-трик я давно не забивал. Кстати, замечательно. И мы забиваем покер. С углового я вообще не помню, когда я последний раз забивал. А тут еще и покер. Вообще замечательно. И все. Заканчивается матч. Мой покер. Сейчас мог, конечно, и пента-трик забить. Забираем, естественно, мяч. Давно я действительно не забивал хэт-трик. Там, ну, покер вроде тоже. Нет, покер я не помню. Вроде я забивал. А может быть и нет. Поэтому замечательная игра сегодня наша. 8,5 у меня оценка. На 8 уже очков мы опережаем Атлетика. Забил свой 31-й гол в сезоне. 214-й гол в карьере. Так. Ну и у нас, кстати, трансферное окно открылось. И нам пришло предложение от Арминии. За которую мы выступали там в составе, ну, в карьере за вратаря. Но это не та Арминия, потому что сейчас мы посмотрим. Да, видите? То есть здесь же немножко патч полетел. Здесь и Холланд есть. И Магомед Шапион Сулейманов. То есть это какая-то сборная здесь. Баруси Дортмунд. И еще кого-то. Я не знаю. Поэтому в любом случае он мне предлагает 53 миллиона в год. До 2034 года. Нифига, они мне на 6 лет предлагают. И это предложение я отклонил. То есть я его не буду принимать. А мы будем двигаться дальше. Потому что в этом году я хочу закончить в Барселоне. Вот до конца. И уже в новом сезоне мы перейдем в АПЛ. Ну а там я уже не знаю. Наверное, будем завершать нашу карьеру. Итак, сейчас у нас выездная игра против Deportivo Alaves. Они идут ниже там 10-й строчки. Вот такой вот состав у них. Такой вот у нас. Мы заряжены, надеюсь. Поехали. Итак, Менди Зароза. Домашний стадион Alaves. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. Поехали. И мы пропускаем. Уже на пятой минуте. Alaves забивает. Давно мы, кстати, не пропускали. Вроде это вообще первый гол в сегодняшнем выпуске, который мы пропустили. И мы забиваем и сравниваем. Сольный здесь хороший был проход по флангу. И все. Оставалось только забить. И все, заканчивается матч. Потеря очков. Но мы забили гол. Хотя бы получилось нас сравнять. У них вот один удар был в створ. И это голевой. У меня оценка 7,5 за матч. Потеря очков. Теперь у нас лидерство в 6 очков. Надо Атлетика. Забил свой 32-й гол в сезоне. 215-й гол в карьере. Итак, ну у нас сейчас Кубок Испании. Трофей, который нам тоже бы обязательно выиграть. Потому что я намерен все-таки с Барселоны выиграть Требл в этом году. Поэтому в чемпионате мы вроде идем уверенно. В Лиге чемпионов постараемся свой лично для меня долгожданный трофей тоже выиграть. Потому что мы не в ПСЖ, не в Баварии. У нас не получилось выиграть. Поэтому сейчас еще и Кубок Испании. Играем против Леванта. Мы, кстати, недавно же с ними как раз и играли. Вот. Мы их обыграли 2-0. Играли дома тогда. Поэтому посмотрим, как отыграем сейчас. Но первая игра у нас выездная. Вот такой вот состав у Леванта. Такой вот у нас. Поехали. Итак. Куитат де Валенсия. Я так понимаю, мы на нейтральном стадионе каком-то здесь играем. Но посмотрим. Ну и замечательно. 1-0. Отдаем голевую на 19-го номера. Я не знаю даже кто это. Это Лискану. И все. Заканчивается у нас первый матч в Кубке Испании. Минимально обыграли Леванта на их поле. Либо на нейтральном. Я не знаю. Но отдали мы голевую передачу. Так что замечательно. У меня оценка 7-5 за матч. Отдал я уже 8-ю голевую передачу за сезон. И 95-ю в карьере. Сразу же у нас ответная игра. Теперь уже дома. Составы не сильно тут поменялись. Поехали. Итак. Камп Ноу. Барселона против Леванте. Ответная игра. В Кубке Испании. Не знаю какая там стадия. 1-16. Либо 1-8. И мы забиваем. Наконец-то это получилось и у нас. 48-я минута. Мы забиваем ворота Леванта. Увеличиваем наши преимущества. Теперь уже до двух мячей в двухматчевом противостоянии. Но здесь Левкан очень хорошо отдал у нас передачу. Ну и просто вколотили этот мяч. Ну и 2-0. Здесь просто уже подкараулили защитника мяч у него. Отобрали и все. Оставалось только забить. И забиваю хэт-трик. Вот два последних гола. Вот сейчас как раз ворота Леванта. Но это просто что-то странное. У защитников просто отобрал мяч. Давайте посмотрим на этот момент. Здесь первый был момент, когда не получилось. Ну а здесь просто и все. Там уже дальше подкрутка, которая у нас замечательная. И все, заканчивается матч. Мой хэт-трик нам окончательно приносит победу над Леванта в этом противостоянии. Ну и мы проходим в следующую стадию Кубка Испании. У меня оценка 8,5 за матч. Ну я так понимаю, в 1,16 вот мы прошли. Хотя нет, это уже была даже до 1,8. Вот мы прошли Леванта. И дальше мы, кстати, будем играть против Реал Бетиса в четвертьфинале. Забил свой 35-й гол в сезоне, 218-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Гранады. Они идут на 10-м месте. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Камп Ноу, Барселона против Гранады. Очередной матч у нас чемпионата Испании. Поехали. И голевая передача. На седьмой минуте уже отдаем. Оленья забивает. Супер. И все. Минимальная победа над Гранадой. Благодаря моей голевой передаче на Оленью мы выиграем. Ну и, кстати, единственный удар в створ был. Ну и Оленья, танк сами 5, так же, как и у меня. Лидерство у нас все так же в 6 очков. Отдали 9-ю голевую передачу в сезоне и 96-ю голевую передачу в карьере. Ну что же, у нас, вы и знаете, сейчас игра против ОСКИ. Посмотрим на наш состав, на их. Но у нас вроде он практически в последних матчах и не меняется состав. Вот иногда какие-то ротации происходят. Составы на ваших экранах были. Мы переходим к матчу. Форма замечательная. Кстати, в розовый мы давно не играли. Поехали. Итак, Эль Алькорас. ОСК против Барселоны. Очередной матч у нас чемпионата Испании. Поехали. Ну и замечательно. Вот так вот вколотили просто уже. Хорошая была передача. И 1-0. Перед самым перерывом мы выходим вперед. И все. Минимальная победа над УСКИ. Благодаря моему единственному забитому мячу. Перед самым перерывом мы забили. 7-5 у меня оценка. Лидерство у нас все так же в 6 очков. Забил уже 36-й гол в сезоне и 219-й гол в карьере. Так, сейчас у нас домашняя игра против Хитафи. Они идут на 8-м месте. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Хитафи. Очередной матч чемпионата Испании. Поехали. Так, ну я не знаю, есть ли смысл отсюда пробивать. Я бы лучше, наверное, подачку какую-нибудь сделал. Слегка так. И замечательно. Опять же, вот этот розыгрыш штрафного прошел. На ближнюю навесили. Там видаль. Все супер. Ну и хороший дальний удар еще забиваем. Поэтому гол плюс пас у нас за этот матч. И все, заканчивается матч. Уверенная победа дома над Хитафи. Гол плюс пас. 2 очка мы, так сказать, для личного пользования заработали. Плюс 3 очка еще в копилку команды. 7.5 у меня оценка. Отрыв у нас все так же в 6 очков над Атлетико. Забил 37-й гол уже в сезоне. Я дал 10-ю голевую передачу. 220-й гол в карьере. 97-я голевая передача в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против Реал Соседа. Они идут на 7-м месте. Составы на ваших экранах. Мы заряжены. По формам сейчас посмотрим. Все замечательно. Поехали. Итак, Реале Арена. Реал Соседа против Барселоны. Очередной матч чемпионата Испании. Поехали. Ну и отлично. 1-0. Гризманно дает нам голевую передачу. Неплохой, конечно, гол получился. Ну и отлично. Еще и голевую. Вон какую выдали. Практически с линией. Отдали на Гризмана. И супер. У нас с Гризманом за этот матч гол плюс пас. Поэтому посмотрим в последующие вот уже минуты, кто все-таки будет главным фаворитом названия игрокам матча. Ну и замечательно. Вот этот хороший прям гол. С Дембеле замечательно отыграли. У меня пока что дубль плюс пас у Гризмана. Гол плюс пас. Поэтому я не знаю. Здесь снова, смотрите, мы прижали их. Быстрый отбор мяча. Ну а здесь защита провалилась. Одного меня оставили без какого-то прессинга. Сейчас могут на опеку поставить меня. И все. Финальный свисток. Гол забили мы в начале игры. Как в начале, в конце практически, да, вот первая тайма. Одну голевую отдали на Гризмана. И Гризман нам тем же отплатил. Ну и мы потом уже с Дембеле разыграли замечательный гол. Три удара в твор, три гола. У меня оценка 7,5 за матч. Замечательно. Шесть очков. Все так же у нас лидерство на Атлетика. Тридцать девятый уже гол забил в сезоне. Одиннадцатая голевая передача. 222-й гол за карьеру. И девяносто восьмая голевая передача. Ну что ж, друзья. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши наудио-ролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. И это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok